Глобальные компании сами это навяжут, они сами этого захотят. Это просто то, к чему мы идём, не замечая этого. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Всё, о чём мы сегодня будем говорить, будто бы указывает, что всё уже решено. Дают ли нам возможность увидеть всё происходящее изнутри? Конечно же нет. Мы просто розничные инвесторы, кое-как спекулирующие получаемой информацией. Но нам не обязательно видеть всё. Мы просто должны находить все прямые и косвенные указания на то, что на самом деле происходит. И на основе этого формулировать своё собственное мнение, которое, конечно, может отличаться от моего. Этим я и занимаюсь у себя на канале. Поговорим сегодня о банке международных расчётов, о котором на нашем канале уже не раз шла речь. Но он действительно достоин больше внимания с нашей стороны. Ведь именно БМР находится во главе разработки новых инноваций, в том числе и цифровых валют центральных банков. С БМР сотрудничают многие центральные банки по всему миру. Также мы заденем вопрос того, что носит название международного органа по стандартизации ISO-222. Это такой новый стандарт обмена финансовыми сообщениями. Увидим, как это связано с Ripple и при чём тут R3. И не обойдём стороной сеть Deloitte. Это одна из самых крупных компаний в области консалтинга и аудита в финансовом мире. Входит в большую четвёрку и является крупнейшей профессиональной сетью по количеству сотрудников. Они тоже сотрудничают с Ripple в направлении блокчейна, криптовалют и остальных связанных с этим вещей. Это будет очень интересно, ведь я верю, что независимо от того, сколько ещё регуляторов не дали чёткой ясности и конкретной позиции по этому вопросу, нарратив всего того, о чём пойдёт речь, говорит нам о том, что это случится практически неизбежно. Это эволюция. Никому, кто хочет работать с деньгами, не избежать этого. Но прежде чем мы начнём, если вы всё ещё не подписаны на мой канал, то почему бы не сделать это прямо сейчас? Я делаю видео на постоянной основе о криптовалюте и её роли в новой финансовой системе. Выпуски выходят практически каждый день, а то и два раза в день. Так что не забудьте поставить лайк, это моя мотивация работать дальше. Давайте наберём хотя бы 3000 лайков под этим видео. Большое вам спасибо. Итак, это документ Банка Международных Расчётов о цифровых валютах Центральных Банков. Фундаментальные принципы и основные функции. Вот о чём идёт речь в этом документе. О чём-то из этого документа уже говорил Бенуа Кур. Я показывал вам его интервью, твиты и видео несколько раз. Он раскрывал тему публичных и приватных связей БМР с Центральными Банками для разработки ЦВЦБ. И это интересно, потому что вы знаете из документов, которые я вам показывал, что ФРС Нью-Йорка и ФРС Бостона тоже участвуют в этом вместе с Банком Международных Расчётов БМР. В частности, они работают над инфраструктурой для будущего функционирования цифровых валют Центральных Банков. Факт того, что Бенуа Кур признаётся в сотрудничестве с ФРС и БМР, говорит мне о том, что пройдёт совсем немного времени, прежде чем сам руководитель ФРС США Джером Пауэлл, который клялся не связываться с биткоином, поменяет своё мнение на кардинально противоположное. Не будет сюрпризом для вас, если я скажу, что Рипл будет частью сотрудничества БМР и ФРС. Как бы ни любили Рипл, очень много очевидных фактов говорит об этом. Объективно к этому процессу может присоединиться и криптовалюта Stellar XLM, которая является конкурентом Рипл. На странице номер 14 этого документа я нахожу самый интересный абзац во всём документе, который нам намекает на всё то, что я только что сказал. Здесь мы видим целый список из того, что они называют особенностями технологии цифровых валют центральных банков. Я не буду обсуждать их все. Сегодня я хочу сфокусироваться только лишь на категории «Совместимость». По названию этой категории вы уже догадываетесь, к чему всё это ведёт, не так ли? Общие стандарты данных, прежде всего ISO 222, вероятно, сыграют роль в обеспечении совместимости с другими платёжными системами. В системе цифровых валют центральных банков, в которой присутствуют посредники, нужно поддерживать функциональность как онлайн, так и оффлайн платежей между клиентами одного посредника и другого. Также стоит поддерживать портативность, чтобы пользователи не были привязаны к одному посреднику. Мы понимаем, что новый глобальный стандарт международных платежей, ISO 222, будет играть важную роль в системе цифровых валют центральных банков с посредниками. Причём платежи можно будет проводить как онлайн, так и оффлайн. На сайте Ripple Insights мы видим, что Ripple присоединился к этому стандарту. Компания Ripple становится первым членом группы по стандартам ISO 222, который работает на технологиях распределённого реестра, то есть блокчейна. Наряду с Ripple в группе находятся также SWIFT и Visa. Это очень важно, потому что и SWIFT и Visa, несмотря ни на что, остаются огромными игроками на рынке финансовых переводов. И теперь Ripple стоит вместе с ними. Несколько известных финансовых организаций уже используют новый стандарт ISO 222. Это Международная ассоциация деривативов ISDA, OMGO, SWIFT и Visa. И к ним присоединяется Ripple, единственная из этих компаний, которая работает с блокчейн-технологиями. Всё это явно не просто так, ребята. Не просто так. Esoteric XRP пишет, «Эти банки чокнутые. Wells Fargo тестирует свой стейблкоин Digital Cash для межбанковских и трансграничных транзакций. И, конечно же, он построен на R3». Запомните, R3. Мы ещё об этом поговорим. И добавляет в конце, «Все эти стейблкоины только сделают XRP и XLM намного более востребованными». Думаю, он прав. Но это не финансовый совет, как вы знаете. Абсолютно нет. Это видео не для того, чтобы вы бежали покупать XLM и XRP. Нет. Это видео ради того, как и кто строит инфраструктуру для новой цифровой экономики. Вот это действительно то, что мне нравится делать. Обожаю такие видео. Давайте быстро посмотрим на эту статью из сентября 2019 года. Да, несмотря на то, что прошёл год, я показываю это вам сегодня, потому что это до сих пор актуально. И связано со всей работой, которая сейчас ведётся над цифровыми валютами центральных банков. Финансовый гигант Wells Fargo из США работает на создание собственной криптовалюты, привязанной к доллару и работающей на собственной первой блокчейн-платформе. Tablecoin Digital Cash будет использоваться для трансграничных платежей между компанией и её партнёрами по всему миру. Также его могут использовать компании внутри Соединённых Штатов. Банк говорит о растущем спросе на снижение издержек, которые присущи традиционным способам отправлять трансграничные платежи. Цитата Лизы Фрейзер, главы группы инноваций Wells Fargo. Сегодняшние технологии дают нам возможности это сделать. И в следующем абзаце я нахожу то, что нас интересует больше всего. При обращении со стороны CoinDesk, представитель банка сказал, что их технология распределённого реестра построена на Corda Enterprise. Это платная корпоративная блокчейн-технология R3. Как вы помните, я просил вас запомнить это название. Что такое R3? Это блокчейн-консорциум, который ведёт разработки в финансово-технологическом секторе. Corda R3 – это их платёжная система на блокчейне. Если попробовать объяснить проще, это как шаблон для веб-сайта, который вы используете, чтобы построить что-то своё. Что интересно, когда вы строите свою платёжку на платформе Corda R3, это даёт вам доступ к приложению, которое называется Corda Settler. Оно предназначено для осуществления глобальных криптовалютных платежей в корпоративных сетях. Это очень важно. Теперь вы знаете, что делает это приложение. А я знаю многих людей, которые говорят, что токен XRP, в отличие от Ripple, никому не нужен. Так вот, XRP стал первым и единственным токеном, который поддерживает это приложение. Да-да, приложение, которое используют корпоративные компании по всему миру для построения своих платёжных систем на основе криптовалюты, использует XRP. И только XRP. Два наиболее влиятельных крипто- и блокчейн-сообщества объединились. Так прокомментировал ситуацию директор R3 Ричард Браун. Однако, они не исключают, что в будущем, возможно, появится поддержка и других криптовалют. Но если что, это было ещё в апреле 2019-го, и, видимо, XRP стал лучшим решением для них. Ибо до сих пор он остаётся единственным токеном, который используется для платёжного приложения R3. Что же мы имеем в итоге? Wells Fargo, крупнейший финансовый гигант, работает с R3. Мы видим, что банк международных расчётов рассматривает XRP как необходимый инструмент для нового международного платёжного стандарта ISO-222. Мы видим, что Ripple становится единственной блокчейн-компанией, которая входит в группу ISO наряду с Visa и Swift. Мы знаем, что Swift уже тоже сотрудничает с R3. В их отчёте мы находим следующую строку. В ожидании успешной проверки торговой платформы R3, мы также скоро включим платежи GPI на торговых платформах на базе распределённого реестра или блокчейна. Скажите мне сами, куда это всё идёт? По-моему, это очевидно. Лично я могу сказать вот что. Когда я смотрю на эту иллюстрацию под названием «Самый большой глобальный сервис платежей и возможность Ripple», я вижу здесь отправляющий институт и принимающий институт, и их соединяет Ripple напрямую, позволяя транзакциям быть прозрачными настолько, чтобы видеть и платёж, и всю информацию, связанную с ним, ещё до того, как он будет начислен. Я продолжил свой анализ и пришёл к компании под названием Deloitte. Я уже говорил в начале видео, что это за компания такая. Deloitte предоставляет гарантийные, налоговые, консалтинговые и консультационные услуги в сфере финансов широкому кругу корпораций и госучреждений. Короче говоря, это очень большая компания и очень важная в финансовом мире. Именно они опубликовали документ, в котором чётко и ясно расписали то, как мы получим национальное принятие криптовалюты и даже криптовалюты в качестве новой мировой резервной валюты. В их документе они нередко упоминают биткоин и даже задаются вопросом, не может ли именно он заменить существующую парадигму. Конечно же, они говорят и о XRP, как об очень хорошем решении, потому что он может быть совместимым со множеством других активов. Я хочу зачитать вам этот отрывок, точнее перевести. Если глобальная резервная валюта должна быть без привязки к определённому государству, она также должна быть независимой. Это означает, что эта независимость должна быть подкреплена юридически закреплённым налоговым правом стран-участниц. Я сначала не понял, но потом до меня дошло. Если то, что они предполагают, будет воплощено, то скорее всего момент, когда мы узнаем, что на что-то типа XRP есть налог совсем недалеко. Возможно, это будет даже какое-то международное соглашение о налоге. Что-то невероятное, но вполне возможное. Читаем дальше. Третий вариант, доступный благодаря всё большей виртуализации и глобализации мира, заключается в принятии криптовалюты, которой не владеет какая-либо из стран. Динамика доверия, которая ограничивает принятие криптовалют в закрытых сообществах, делает то же самое и в открытых. Деньги – это технология, созданная для решения обязательств между лицами, не знающими друг друга и не доверяющими друг другу, и для которых бартер неудобен. Сильнейшим драйвером, ребята, сильнейшим драйвером для национального принятия криптовалюты может стать то, что национальное правительство может обязать платить налоги в криптовалюте. Еще сильнее ускорить принятие могут крупнейшие глобальные финансовые институты, которые просто навяжут использование крипты для трансграничных платежей. Проще говоря, для принятия криптовалюты, например, XRP, нужно увидеть то, как налоговая служба начнет принимать налоги в криптовалюте в США и других странах. Но особо я хочу подчеркнуть следующее. Вы слышали это? Еще сильнее ускорить принятие могут глобальные компании. Это как раз-таки Делойт, о котором мы говорили, чей отчет мы сейчас читаем. Одна из крупнейших компаний в финсекторе. Видите, для принятия криптовалют не нужно, чтобы вышел Конгресс и сказал, мол, можно. Нет. Глобальные компании сами это навяжут, потому что они хотят сделать все, чтобы их издержки, затраты и расходы были как можно меньше. А крипта это и делает. Потенциальные налоговые отчисления, проходящие мимо государства, сами к этому приведут. Они сами этого захотят. Это просто то, к чему мы идем, не замечая этого. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что они говорят не о замещении суверенных денег, а об одновременном существовании любых способов оплаты. Международные межвалютные обмены могут проходить через peer-to-peer платформы, основанные на криптовалютных технологиях, таких как биткоин и XRP. Но ценность по-прежнему будет храниться в обычных валютах, но добавится возможность обмена между ними всеми. Как раз то, о чем я говорил. Лично я, после всего, что сегодня узнал, чувствую, будто это то, что называется «все решено». Необходимы ли теперь, когда мы все это знаем, какие-то действия со стороны регуляторов для принятия биткоина, XRP и других криптовалют? Думаю, все же да. Законодательство под эти вопросы просто обязано быть. Но мне интересно, как страны, в которых это законодательство и регуляторная ясность давно присутствуют, куда в больших масштабах, чем в Соединенных Штатах, до сих пор не начали использовать крипту. Я думаю, это большой сигнал к тому, что, во-первых, мы все связаны. А во-вторых, готовится что-то не для одной страны, а для всех сразу. Недаром мы говорим о странных участницах. Не зря мы видим, как центробанкиры разных стран собираются в Лондоне на встречи. Не зря мы сегодня слышали о том, что из отчета Делойт они говорят о всемирной криптовалюте, не принадлежащей ни одной из стран, но которая будет облагаться каким-то налогом, о котором эти страны договорятся. Когда самые крупные экономики мира дадут добро, назад пути уже не будет. Процесс трансформации будет запущен. И мы должны быть к этому готовы. Как подготовиться, я рассказываю публично у себя на канале. Но куда более подробно, конкретно, детально и пошагово, что и как делать, я написал у себя в книге, которую вы уже можете предзаказать по ссылке в описании. Там вы найдете конкретно, какие активы я покупаю, когда я собираюсь их покупать и когда я собираюсь их продавать. Также я описал, что я вижу в будущем. И это все на основе не только моих анализов, но и платных источников, которые стоят очень немалых денег. Десятки тысяч долларов я на них потратил. Вы можете предзаказать книгу со скидкой в 50% прямо сейчас. Для тех, кто предзакажет прямо сейчас в октябре, я добавлю несколько бонусов обязательно. Ссылка на предзаказ в описании под видео. А на этом все. Меня зовут Богатейши Ди. Поставьте лайк. На ежедневной основе делать такие сложные видео мотивирует только ваши лайки. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok